Фонтейн. Пока последний из доступных регионов Геншина, и честно говоря, он меня приятно удивил. Особенно после Сумеру, который, к сожалению, многих разочаровал, да и отток игроков был заметный. Поэтому на Фонтейн были большие ставки, и как мне кажется, этот регион полностью их оправдал. Фонтейн словно даёт игре второе дыхание, что особенно важно перед выходом следующего региона Натуана. Кстати, о Натуане. Он должен выйти уже через несколько недель, и я реально заинтригован. Если они сохранят уровень качества Фонтейна, или даже произойдут его, то нас ждёт что-то невероятное. Поэтому давайте сегодня поговорим именно о Фонтейне. Я выскажу своё мнение касательно этого региона. А если вы тоже хотите выбивать новых персонажей, на сайте Genshin Drop можно купить кристаллы и уну дешевле, чем в игре. Это полностью безопасно, ведь нужен только ваш UID. Моментальные выводы, конкурсы, раздачи и ивенты. Всё это тебя ждёт на Genshin Drop. Также на сайте появились полностью бесплатные коробки, для открытия которых достаточно участвовать в активности сайта и отмечаться каждый день. А по промокоду на экране вы получите чайники, на которые сразу можете открыть коробочку Паймин. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. Фонтейн Фонтейн поражает своим изяществом и красотой. Архитектура города вдохновлена Францией 18 века. Величественные здания, изысканные фонтаны и аристократическая атмосфера наполняют каждую улицу. Музыка в Genshin не всегда была хороша, но тут они превзошли себя. Каждая мелодия прямо в душу. Саундтреки из Фонтейна, наверное, самые лучшие в игре. Каждая мелодия подчёркивает атмосферу региона, что заставляет ощущать себя частью этого великолепного мира. В общем, не зря Фонтейн называют столицей моды и культуры. Сюжетка Фонтейни тоже была на высоте. Стала она намного мрачнее и серьёзнее, чем раньше. Моя любимая часть – это история с крепостью Миропит. Как по мне, она вышла самопродуманной и интересной. А финал с Фуриной и спасением Фонтейна вообще огонь. Ну и не забываем, что нам дали поработать с одним из предвестников Фатуи. Орликина даже релизнулась в игре. Для многих она вообще лучший персонаж региона, кстати, о них. Лучший герой этого сюжета региона, очевидно, Навия. Мы увидели на её лице весь спектр эмоций, отчасти до слёз. В целом про Навию можно рассказывать целое видео, но у нас ещё есть другие персонажи, так что переходим к ним. Линии Лина тоже хороши, единственное, что не понравилось – это отношение путешественника к ним. Также отдельно хочется поговорить про Фурину. Многие изначально её почему-то захейтили, но я сразу знал, что не всё так однозначно. И в самом конце сюжетки нам раскрыли настоящую Фурину. После этого, я думаю, тех, кто её хейтит, стало намного меньше. Эмилия – это персонаж, которого я ждал, когда про неё появилась первая информация из диалогов других персонажей. Но, к сожалению, она вышла в самом последнем патче Фонтейна. Если рассказывать про каждого персонажа из Фонтейна, то можно потратить целый день. Так что давайте сделаем краткий вывод. Фонтейнские персонажи выделяются своей сложностью и многогранностью. Здесь нет типичных героев или злодеев. Каждый из них имеет свои слабости и внутренние конфликты. Подвода Мир – это что-то новенькое, хотя поначалу немного напрягает. Хотя визуально подвода Мир выглядит нормально, многим игрокам, в том числе и мне, не нравится продолжительность боёв под водой. Но плавание под водой стало для многих игроков своего рода медитацией, расслабляющей и успокаивающей. А многослойная карта – это тоже отличная идея, а то в сумеру я вечно путался. А если дальше говорить про механику, именно в Фонтейне мы получили ряд улучшений игры. Вот некоторые примеры из патчей Фонтейна. Именно эти улучшения делают игру проще, а значит Фонтейн нам всем очень помог. В целом Фонтейн очень даже хороший регион, несмотря на некоторые недочёты. Забыл добавить, что ещё в Фонтейне много прикольных отсылок. Например, название этого квеста отсылает нас на книгу «Трое в лодке, не считая собаки». И такого многовато в Фонтейне. Именно поэтому я считаю, что Фонтейн лучший из последних регионов. Игра развивается в правильном направлении. А что думаете вы о Фонтейне? Пишите в комментариях. Теперь ждём на Туан. Ну и по классике, а не забывайте подписываться, не скипайте диалоги в игре. И всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!